Всем здравствуйте! Мы начинаем наш прямой эфир. Мой первый прямой эфир, наверное, в истории Инстаграма. Не считая один такой выход, когда только-только появились прямые эфиры, когда я в своем аккаунте, в котором пишу о Финляндии, Елена Инфинланд, вышла просто проверить, протестить, как работает прямой эфир. Буквально на пару минут испугалась и убежала. На самом деле очень волнуюсь, потому что первый эфир, первые эмоции, первое волнение. И несмотря на то, что я, в принципе, еще будучи в школе, была очень активной, выступала на большую аудиторию, участвовала в любительском театре, все равно каждый раз выход на сцену, даже импровизированную и даже в эфир, это определенное волнение. Итак, кто же я такая? Меня зовут Лена, фамилия моя Ани Кушина. Я автор блога «Влюбленная в жизнь». Ссылка на мой сайт, на мой блог есть в профиле. Я веду этот аккаунт «Ани Кушина Елена» и еще один аккаунт о Финляндии, где собираю заметки в Финляндии, о финнах, о моей жизни в Финляндии. Их можно почитать в аккаунте «Елена Инфинланд». Что еще хочу сказать о себе? Я вообще родом из Беларуси и до 30 лет сознательно жила в той стране, где родилась, где родился там и пригодился. Но судьба распорядилась так, что уже почти два года я живу в стране финнов, в Финляндии, в Суоми, как ее здесь называют. Ну и здесь же произошли мои глобальные трансформации. Почему я завела блог, почему я завела этот аккаунт? Потому что в какой-то момент я просто поняла, что я не я и лошадь не моя. Смысл в том, что такие трансформации, которые со мной происходили, изменения внутренние, они отражались очень на внешнем. Поэтому мне было очень-очень непросто начинать все заново. Заново себя узнавать, заново себя любить, грубо говоря, как часто говорят. Поэтому я завела блог и аккаунт для того, чтобы делиться тем, что происходит со мной. Почему публично? Потому что уже многие мои прошедшие марафоны, челленджи показывали, что энергия коллективная, вот это вот внимание друг к другу, поддержка, она очень не просто не только дает вот эту силу внутреннюю, но и поддерживает к дальничным изменениям. И когда ты меняешься на людях, другим почему-то со стороны гораздо лучше видны твои изменения, чем тебе самой. И если отслеживать просто потом поэтапно, что происходило, замечаешь, что вау, действительно что-то изменилось. Что значит сейчас, почему я стала выходить в прямой эфир? Во-первых, у меня уже была давно такая мысль познакомиться с людьми, которые меня читают, которые меня знают, просто увидеться вот так вживую, что я все-таки живой человек, что у меня трясутся руки, что я точно так же забываю, о чем хотела сказать, что я самая обычная, что те тексты, которые я пишу, это вот та самая Лена, которая сидит сейчас здесь перед экраном. И плюс я просто вписалась, чтобы себя уже не отговорить, в проект «Быть лучше», в котором я пообещала, что каждую неделю, раз в неделю я буду выходить в прямой эфир с какой-то темой. И сегодняшняя тема у нас как раз-таки эфир знакомства. Я в конце обязательно отвечу на все ваши вопросы, которые будут появляться во время эфира. Сейчас я просто хочу немножечко еще затронуть тему прямого эфира и того, где его и как можно будет посмотреть. После окончания прямого эфира, он еще 24 часа, будет доступен в сториз. Как вы понимаете, что вы смотрите прямой эфир? У вас вверху написано «прямой эфир». Если же вы смотрите этот эфир в записи, у вас будет написано «А Никушина Елена была в прямом эфире столько-то часов назад». Если вы будете задавать вопросы сейчас, когда мы находимся в прямом эфире, они будут появляться в комментариях, и я смогу на них ответить сразу по ходу эфира. Если же вы будете писать комментарии, когда будете смотреть записи, то все эти вопросы прилетят ко мне в директ, в личку. Поэтому, если не сложно, просто по контексту хотя бы задавайте, пишите, о чем хотели спросить. Либо свои вопросы можно оставить под постом, где с такой красивенькой чашечкой и розочками я задавала вопросы подписчикам, о чем они хотели бы поговорить и спросить. Там можно оставить свои вопросы, и если что, в следующий раз я на них тоже отвечу, либо отвечу прямо там в комментариях. О чем еще? Вот видите, у меня же даже подсказка есть, я же как отличница подготовилась. Что еще хочу сказать? Да, я уже сказала, почему я завела блог, почему я начала и завела этот аккаунт. Еще одной причиной, по которой я завела этот аккаунт, стал проект «Счастье», о котором я уже давно анонсировала, про который я давно рассказывала, и который я активно сейчас готовлюсь. По некоторым семейным обстоятельствам я не смогла запустить его полноценно в сентябре, но с 18 сентября, с понедельника в моем вот этом аккаунте, с которого вы сейчас смотрите прямой эфир, я буду писать ежедневные отчеты о шагах, которые я сделала. Вообще, я очень люблю копаться сама в себе, и если бы была такая номинация «Грузчик года», кто у себя больше всех грузит о том, какая я хорошая или какая я плохая, я бы взяла эту номинацию 100%. Потому что кто-кто, как говорит мой муж, вот тебе больше делать нечего, только бы в себе покопаться, и лишний раз найти в себе какую-нибудь внезапность или изюминку. Ну, слава богу, что можно назвать свои недостатки изюминками, это по крайней мере радует. О чем? И вот копаясь в себе, я часто замечаю, что если... Ну, да, спасибо, Вика, я уже отвлеклась. Да, 18 сентября мне зарождение, но именно с 18 сентября начинается мой личный Новый год. Я привыкла, я вот сейчас за последние несколько лет привыкла начинать свой Новый год и планировать год именно с моего дня рождения. Именно в этот момент я чувствую какое-то более... Ну, более подходящее настроение, вдохновение, чтобы что-то начать делать по-новому. В Новый год, к сожалению, у меня такое состояние нестояния, и я больше впадаю в какую-то спячку и начинаю много есть. Поэтому думать мне в такие моменты очень трудно. Возвращаясь к тому, что я очень люблю копаться в себе, и вот Виктория вчера задала мне вопрос, а сколько у тебя блокнотов? На самом деле, раньше у меня, Вик, было около 10 блокнотов, потому что я вела и дневник успеха, и дневник благодарности, и просто дневник, и по трансформациям каким-то, и так далее. Но сейчас здесь у меня, ну, приблизительно, наверное, блокнотов 5, но совсем недавно я открыла для себя блокнот, такой, который пишется в формате bullet journal, когда можно собирать в одном блокноте все-все-все, что тебе сейчас нужно. Фильмы, трекер привычек, ежедневные дела, день рождения. И мне это очень понравилось. То есть сейчас у меня есть один большой блокнот, в котором я пишу все, и плюс есть несколько блокнотов, например, для цитат, для книг, потому что я много читаю, вы, наверное, замечали, и я люблю выписывать то, что мне потом может пригодиться или поднять настроение, плюс еще один блокнот, который только как дневник, то есть я ежедневно стараюсь записывать события дня, анализировать, что произошло. Не всегда удается, я тоже бываю ленивая, бывает по несколько дней не пишу, а потом как прорвет, и начинаю писать. И у меня сейчас, например, я недавно выиграла целый такой набор Tessora Notes, я о нем тоже писала. Это вордбуки, ну вот такого маленького формата, вот такого плана. И вот на этот месяц, пока я готовлюсь уже к полностью запуску проекта счастья, я изучаю вот один из вордбуков, работаю по нему. Их 12 на целый год, то есть они мне будут помогать. Спасибо тут за комплименты, я вижу, что вы мне тут пишете, прям вау, вау, очень-очень прям. Личные блокноты, да, Вик, это мои такие, как тебе сказать, ну не столько личные, но я могу показать, как они выглядят, да, ну просто обложку, но естественно я не покажу внутренности. Но Bullet Journal, например, один блокнотик, он у меня уже заканчивается, он здесь, вот такой он у меня в формате. Я здесь просто набросала еще план на сегодня. Но я буду заводить новый, потому что он уже заканчивается, нужно брать побольше. Вообще, и так, так вот мы возвращаемся, прошу прощения, что я тоже отвлекаюсь, мне что надо подсматривать. Возвращаемся к проекту счастья. Почему проект счастья и почему вообще такая возникла идея, я немножко писала. Ну вообще, вот книга, Гретхен Рубин, проект счастья, которая просто меня зацепила. Я прочитала ее два раза, очень внимательно, и в итоге купила ее еще и в бумажном варианте. На самом деле, она пишет очень правильные вещи, которые были близки мне. Вроде бы у меня все хорошо, вроде бы у меня есть все, чтобы чувствовать себя счастливой, быть радостной, у меня есть семья, я живу в счастливой и успешной по всем показателям в стране, у меня есть ребенок, я пишу, у меня есть читатель, у меня есть блог. Ну, в общем, можно перечислять много моментов, но в какой-то момент я поняла, что меня это вроде бы радует, но не настолько, чтобы я могла сказать, вот на вопрос, когда мне задают вопрос, ты счастлива, я, ну да, ну да, да. И поэтому вот проект счастья – это об искусстве маленьких шагов. То есть не просто подумать о том, что когда-то что-то изменится, что когда-то я там скажу себе, ну, вау, я счастлива. А именно о том, чтобы уже находить сейчас, в моменте сегодняшнем, вот это маленькое свое личное счастье. Потому что, ну, вы понимаете вот разницу, да, например, «Все, с понедельника я буду меньше есть, или меньше есть сладко». Вот как я уже проводила один раз неделю, сама себе неделю без сладкого, я ее выдержала, на второй неделе я сорвалась, потому что мне почему-то вот бедной несчастной Леночке захотелось конфетку. И когда я поняла, что я съела конфетку, потому что мне хотелось себя пожалеть, я сразу же обнаружила, что вот одна из причин, что я ищу, например, замену каким-то своим печалькам, именно, например, в еде или в сладком, или я с головой погружаюсь в книгу, или ухожу из дома погулять просто потому, что мне вот прямо сейчас все, мне нужно, чтобы на ручке, чтобы меня пожалели, я такая бедная несчастная. Так вот, сказать себе просто «я буду есть меньше сладкого» – это одно, а другое дело сказать себе «Окей, с понедельника я отказываюсь от булочек, конфет, шоколада, заменяя это, например, орехами и фруктами, и ежедневно буду есть там два фрукта и пять орехов». Ну, грубо говоря, разбить, по сути, шаги к счастью на маленькие задачи. Да, многие скажут, что разбивать счастье на какие-то задачи – это глупо, это несерьезно, потому что счастье – это вот здесь и сейчас, счастье – это ощущения, счастье – это какие-то эмоции. Да, согласна. Но, например, сказать, что я с понедельника или там с пятницы, или с воскресенья, или с Нового года буду своего мужа больше любить – это одно. А я знаю, что, например, для него важно, чтобы я просыпалась вместе с ним, и если я буду просыпаться на 15 минут раньше и готовить ему кофе, и завтракать вместе с ним – не это ли показатель той самой любви, которую он ждет и которую я могу дать? Не просто подумать об этом, а взять и сделать. Поэтому у меня запланировано именно в проекте счастье вот такие шаги. Естественно, я буду иногда размышлять. Может быть, у меня все провалится через месяц, через два. Может, через неделю я скажу себе «нет, это не работает». Но я дала себе срок, год, посмотреть, насколько каждый месяц, который будет посвящен определенным темам, поможет мне измениться. И поможет ли? Если поможет, то как? Какие выводы я могу сделать? Можно ли? Я хочу сама для себя понять, можно ли разбить счастье на какие-то вот такие шаги, свой путь к счастью на какие-то шаги, чтобы потом оценить, то есть сделать какой-то анализ того, что я сделала и к чему это привело. По сути, я уже начинала что-то подобное, если вы следили за мной до этого и в блоге видели, проект «Одна привычка в неделю», но вот этот проект счастья, он как раз-таки очень гармонично с этим слился. То есть эти привычки многие и будут внедряться постепенно в течение какого-то периода. Поэтому, почему, и опять же повторюсь, почему я решила делать это публично, потому что я понимаю, что мир меняется благодаря изменениям внутри. То есть я замечала и по себе, и по другим людям, если внутри есть счастье, мы же не зря говорим, человек счастливый, он хочет осчастливить. Человек влюблённый хочет подарить эту любовь. И вот когда ты изменяешься внутри, ты видишь, что и другие вокруг тебя начинают меняться. Мне очень приятно, например, когда мне пишут о том, что «Спасибо, ваш текст заставил меня задуматься», вот я там, мне так поднялось настроение, и от этого радуюсь и я, потому что я понимаю, я поделилась своими эмоциями, и эти эмоции кому-то помогли. Поэтому проект «Счастье» вот как раз-таки об этом, о том, что бы я могла сделать для себя и для других в том числе. И я знаю сама по себе, что когда я счастлива, когда я улыбаюсь, когда я радуюсь, когда я чувствую себя влюблённой в себя, в жизнь других людей, я этим делюсь, да, то есть кто чем богат, тот и делится. Поэтому мне очень хочется стать богаче на эмоции, на чувства, которые я смогу поделиться с другими. И что ещё хотела сказать? Вы можете пока писать вопросы, потому что я потеряла мысль. Я пока полистаю то, что вы мне написали. Да, спасибо-спасибо. Уай, супер, супер, спасибо. Любовь к себе символично. Да, символично будет как раз-таки начать в день рождения, согласна. Если есть вопросы, вы можете мне их писать, я буду на них отвечать прямо сейчас. И ещё о чём хотела сказать, что к проекту счастья вы можете присоединиться, а можете читать, можете не читать. Но я буду писать о них в аккаунте, в блоге. И если всё будет хорошо, то в прямой эфир я смогу сохранить, не только чтобы он повисел в сториз, а ещё и, может быть, загружу на ютуб-канал. Если получится, тогда ссылочка тоже будет в профиле активной. Так, что у меня здесь написано? Твои тексты не только поднимают настроение, меня не заставили начать работать над своими. Не просто подписи к фоткам делать, а смыслные посты. Вик, спасибо большое, я тебе уже говорила, что от себя, профессионала текстов, журналиста и человека, который пишет свои книги и стихи, это особенно приятно слышать, потому что, как бы там ни было, я всё-таки по образованию педагог и совсем никогда не считала, что я могу писать тексты, хотя я всегда любила это делать. Я участвовала в конкурсах в школе, писала сочинения, тоже когда-то писала стихи, выигрывала литературные конкурсы по собственным сочинениям и стихам, но я всегда к этому относилась, как, ну, все ж, наверное, пишут, чем же я такая особенная, ну, все пишут. И только здесь, наверное, я в основном и начала понимать, что, ну, если я пишу и меня читать, значит, кому-то это нужно не только мне. И как бы там ни говорили, что можно писать стол, конечно, можно писать стол, но когда хочется поделиться, я всегда делюсь. Вы, наверное, кто меня читает, замечаете, как легко можно по постам определить, в каком я настроении, да, или о чем я хочу сказать. Бывают посты действительно вымученные, хочется написать, а они не идут. А бывают вот на эмоциях за 33 минутки написанные, и они всегда вот такие прям очень близкие по духу. Там, если есть вопросы, пожалуйста, пишите, потому что у меня, как таковой информации глобальной больше нет, времени у нас уже прошло почти 20 минут, и чтобы вас не задерживать, я отвечу на вопросы, и мы продолжим жить в этом прекрасном дне, как говорится. Единственное, что еще хочу сказать, что в следующий четверг снова будет прямой эфир. Опять же, наверное, он будет в 10 часов по Москве. Тема прямого эфира я еще не выбрала, можно предложить мне тему прямого эфира в комментариях, в личных сообщениях. Ну, то есть, можно мне просто написать, сказать, что вот хочу вот об этом. Добрая-добрая Татьяна. И я планирую на сейчас пока предварительно поговорить на такую тему, как ставить цели, к которым лежит душа. Не расписывать цели, например, через 3 месяца у меня будет 5000 долларов в кармане, я буду самая крутая. Нет, расписывать о том, именно исходя из эмоций, чувств и желаний внутренних. То есть, по этому блокноту объемное видение, очень классные там методики, очень классные вопросы. И мне бы хотелось об этом поговорить. Я дам только те техники, те упражнения, те книги и авторов, которых я сама попробовала, сама прочитала и сделала упражнения. Поэтому я потеряла мысль. А, и я этим поделюсь. Да, я просто увидела, что мне здесь Ольга написала, Лена, привет, ты настоящий педагог, а ученица, а я ученица в твоем классе. Отличный вопрос у Виктории. Я так понимаю, вопрос про блокноты. За спиной доска, где мел. Ну, но это не доска, я нахожусь сейчас в офисе, где прохожу практику, поэтому туда еще повесятся красивые всякие картиночки. Спасибо, Татьяна, что забежали. Мы действительно уже заканчиваем. Я уже потихонечку заканчиваю. Жду просто, если еще есть вопросы, я на них отвечу. Если нет, будем прощаться. И будем уже тогда общаться в вопросах, в личных сообщениях, либо под комментариями в постах. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Если нет, будем с вами прощаться о своих проектах. Ух ты, прощите, может я про... А, вы говорите, наверное, о проектах, Ольга, о том, что тексты помогают относиться и к своим текстам и аккаунту немножечко по-другому. Если вы об этом, то я очень рада. Я очень рада, если я могу вдохновить на что-то, если я могу как-то поддержать. Я очень всегда стараюсь дать какую-то обратную связь. Я очень стараюсь хотя бы каждому уделить хоть немножечко времени. Если хоть какой, как-то поддержать. Вик, я не вижу тогда вопроса про личный этот, потому что у меня не показывает этот комментарий про какой-то другой. Потому что все, что я сейчас просмотрела, оно... Я все просмотрела, поэтому я не вижу. Можешь его повторить? Подождите, пожалуйста, сейчас Вика... А, ты присоединяешься часто к проектам других блогеров, а не хочешь ли создать свой? Ну, этого вопроса, извините, не показался. Он мне только сейчас его увидела. Да, действительно, я присоединяюсь очень часто к многим проектам, потому что я замечаю за собой, что публичные обязательства, какие-то шаги, которые я обещаю сделать, и то они как-то чаще и гораздо легче делаются. У меня нет способа и повода свалить, спрятаться, сделать вид, что... Ну, слово взял, слово дал, отобрал. Ну, как бы, ну, вот сегодня у меня голова болит, вот завтра я там хочу просто полежать. Ну, какие проекты? Зачем они мне, да? А когда я включаюсь в какой-то проект, я почти всегда понимаю, что этот блогер или этот проект меня чем-то цепляет, чем-то важным для меня. То есть, если, например, ставить цели, супер, вот этот проект, который я сейчас включила, проект ближе к себе, там конкретно цели на неделю, и мне это очень импонирует, потому что у меня уже была такая мысль, у меня записано в проекте «Счастье. Повышение энергии» именно вот эти шаги книги, свидание с собой и прямые эфиры, ну, помимо других целей. И я не во все включаюсь в проекты, хотя меня во многие приглашают. Очень часто я, вы можете видеть, что я включаюсь в писательские проекты. А вот сама свой замутить проект... У меня были попытки, например, я делала проект «Неделя интересных текстов». Когда-то у нас был проект «Заметное я», да, «Быть заметной» на 21 день. Когда-то, я еще два года назад, когда только переехала в Финляндию, у меня был целый большой марафон «100 дней новая я». И я всегда это делаю прежде всего для себя. Я, к сожалению, пока не научилась настолько людей вовлекать в какие-то другие проекты или приглашаться «давайте со мной», ну, обычно срабатывает цепная реакция. Люди видят, что я что-то делаю, наблюдают за мной. Очень часто я заметила, что очень многие со стороны наблюдают, но ничего не пишут, не выдают себя, ну, знаете, как партизаны все-таки. А потом, уже когда проект где-нибудь на середине или когда я, например, пишу, что «Мамочки, все, от ТАСС больше не могу, это все, как я уже устала, я готова сдаться». И тут начинается поток комментариев в личное сообщение, в комментариях просто к посту, на почту о том, что «Лена, я вас читаю, вы молодец, не сдавайтесь». И тут я узнаю, что, оказывается, меня читают гораздо больше, чем говорят о том, что читают. И меня это, конечно, очень вдохновляет. Я иду с новыми силами, я понимаю, что это кому-то тоже помогает, не только мне внутри. Поэтому когда-то в планах, конечно, я когда-то планировала и какой-то свой писательский марафон замутить. Именно, я же не писатель, я не какой-то там копирайтер профессиональный, у меня нет образования ни журналистского, кроме педагогического, никакого. Но мне бы хотелось сделать такой курс, самый простой марафон, который будет такой, объединять людей, которые бы, вот как Таня пишет, я там, я партизан, который бы просто помог людям, которые думают о том, что они хотят писать, но не знают, с чего начать. Вот самый такой простой, объединить людей, писать о самом простом. Об этом я думала. То же самое, как проект счастья, я думала о том, что если бы создать какую-то группу поддержки друг друга, кто хотел бы меняться, кто хотел бы делать какие-то интересные упражнения, изучать себя, да, ну, есть такое в мыслях, но как это будет, я, к сожалению, не знаю. Не научилась я пока вовлекать в свои проекты большую аудиторию. Мне достаточно хотя бы того, что я хотя бы могу изменить жизнь себя, ну, или хотя бы одного человека вокруг меня. Как ты оцениваешь свой первый эфир, довольна или ждала другого? Вик, ты знаешь, я поняла, что в этом есть все-таки особый кайф. Самое тяжелое было начать и перед этим. У меня тряслись руки. Я, кстати, сегодня не грызу ногти, потому что я даже ради прямого эфира решила накрасить ногти хоть как-нибудь, не разозлиться, не смыть их. Ну, то есть, по крайней мере, ради прямого эфира я по-другому себя немножко настроила. И когда начала говорить, и когда видишь, что все-таки есть люди, которые пришли тебя поддержать, есть те, которые, ну, есть люди, кто задает вопросы, вот кто-то что-то пишет, становится легче. Поэтому я, на самом деле, очень рада. Я была, готовила, мне казалось, что я больше по плану подготовила о том, чтобы рассказать. Но мне понравилось, что получилось вот так под конец уже больше спонтанно ответы на вопросы. Спасибо тебе, потому что ты говорила, что как раз-таки нужно задать такие вопросы, чтобы я спонтанно на них ответила и увидеть мои эмоции и реакции. Оль, спасибо большое. Оль написала самое важное, что ты добрый, искренний человек. Это приятно. И если мне удалось передать и в текстах, и в том, что вот я сейчас здесь сижу, свой характер и какие-то мои такие особенности, я очень рада. Поэтому спасибо. Я так понимаю, что вопросов больше не будет. Напоминаю, что в сториз, в прямой эфир, если все будет хорошо, я все правильно сделаю. Спасибо, Вика. Доброе утро тут уже пишут. Но мы уже потихонечку прощаемся. Время выходит. Спасибо. Спасибо, что... Вот видите, вы меня похвалили. Я прям уже очень обрадовалась, что я еще и прекрасно выгляжу. Да, мы уже заканчиваем. Прямой эфир можно пересмотреть. Если все будет хорошо, я сейчас все правильно сделаю, потому что это впервые, как я сохраняю прямой эфир, но вроде как Инстаграм должен сохранить сториз. У нас уже 10.30, 10 по Москве и по Хельсинке одинаково. Да, поэтому спасибо вам большое, что вы были. Очень рада буду увидеть ваши вопросы к посту, в котором я просила задавать вопросы. Либо прямо в личку писать мне, и я на них отвечу. Либо в каком-то следующем прямом эфире обязательно отвечу. Ты не опоздала, а задержалась, и это ничего страшного, потому что, в принципе, можно будет все послушать, и на вопросы я всегда готова отвечать. Спасибо вам огромное. Вы огромные молодцы для меня, потому что вы не пожалели своего вот этого времени, пришли меня поддержать. Это для меня очень ценно. Спасибо за вопросы, спасибо, что вы отправляли мне кучу сердечек, много комплиментов. Для меня это большая честь, большая радость, и я буду с удовольствием рада, если вы мне еще и пришлете какие-то темы для прямых эфиров, чтобы и вам было интересно, и мне было интересно вам что-то рассказать. Спасибо большое. До встречи. Прекрасного вам дня. И помните, что вы прекрасны. Это самое главное. Спасибо большое. Пока-пока. 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 Продолжение следует...